Доброе утро, друзья! Уже почти середина сентября, погода нестабильная. Вот, выбрался сегодня, так сказать, на домашний ламповый коп в местные леса, где с разных сторон, на разных ручейках овражков было найдено за все время достаточно много точек. Вот, сейчас нахожусь на ручейке, вот я в нем сижу именно. Вот, где летом мы нашли и, ну, хорошее место с инкалпионом, с уделом и порядка еще с десятью крестами. Вот, но этот ручей мы до конца так и не пробили, даже не пробили противоположную сторону его, напротив поселушки. Вот, сегодня я и хочу этим заняться. Так, все, прибор мы собрали. Вроде бы я его заряжал. Вот так вот. А теперь я вам покажу. Вот ручеек. Вот он, видите, да, его? Вот он, еле-еле заметненький. И это не овраг. И это не речка. И вот на этом ручейке, видите, он себе даже дорогу пробивает. Вот даже сейчас. Вот он, извилистый идет. И было найдено место с инкалпием и хорошей поселушкой. Иду дальше по нему, с противоположной стороны. Предполагаю, что ближе к центру леса есть подобный. Попробую его найти и попробую его пробить. Вот как-то такие на сегодня планы. Прошел буквально метров 15. Вот этот вот ручеек здесь все чуть-чуть разливается. Пошло железо. Вот на небольшой такой, относительно этого ручека возвышенности. Сигналчик. Вот такая вот штучка. Можно было бы подумать, что это какая-то кресто-включенная привеска. Но это все из олова или чего-то такого. Все рассыпается. И вот в ямке кирпичик. То есть что-то где-то здесь стоит. Остаемся, крутимся, вертимся. Я сегодня без оператора, поэтому будем снимать так. Цветной сигнальчик. Место не копанное. Что-то вот в комочке. Давайте вот так, чтобы хоть чуть-чуть было видно. Сейчас мы его чуть раздербаним. Вот этот вот пинпоинтер Sphinx мне очень нравится. Третья часть. Выключать не надо. Так. А, чешуй. Маленький чешуй. Опа. Сейчас, секундочку. Упал. Ага, вижу. Сейчас перчатку сниму. Опа. Где ты? Так. Что это у нас тут? Ну-ка. Фокус. Фокус. Ну что ты. Давайте другую сторону. Если честно, я вот не вижу. Так, если мы вот так вот сделаем. Вот медленнее, половиненько. Не пойму, че это такое. То ли птичка перевернутая. Сейчас, как же это хоть выглядит-то? Ну ладно, потом на фотографии посмотрим. Кто-то это место нашел. Вот, даже пытался чуть-чуть подшурсить. И нашел здесь еще два капочка. И все. Ну вот, под деревом, под деревом, вот такой вот обломочек крестика маленького. Тоже какой-то он что-то уже покоцанный. Но это явно не я его. Сломанный уже давно. Плохо ходили. Или плохо ходили. Или с простыми приборами. Потому что сигналов достаточно много. Железа ультра много. Но, как я понял, это какая-то просто одна дворочка. Продолжаю идти вдоль этого ручейка. Постоянно идет железо. Вот, есть немного... Ой, в крапиву устал. Есть немного копков. Вот, сейчас вот копаю. И вот он кирпичик. Железо тьма. Но в перемешку с советами с пенициллином. Почему-то пенициллина не то, что десятки, сотни. Прямо вот верховые сигналы. Я вот уже и стараюсь копать глубокие сигналы. Но пока что ничего. Ну, а для однодворки крестик и чешуек это вполне нормально. Сейчас вот потихонечку иду. Разведаю. Смысл такой. Доблестные трактора в советское время все спустили в ручей. А мне вот сейчас вот такая вот попалась. Вот с таким вот ушком я еще не находил. Пряжечка такая массивная. О, как застегивали. На века. Но до сих пор работает. Кованая. Что с ней будет-то? А так, если посмотреть, вот граница. Вот от этой границы все в кирпиче, все в керамике, все в железе. И метровая крапива, и все на свете. Туда только по весне. Что-то я уже немного заблудился. Хожу, хожу. То здесь концентрация железа, то там концентрация железа. Здесь пуля, здесь конина, там еще что-то. Голову так это поднимаю. А где я есть-то? Где ручеек-то? Где просвет? Где хоть что-то? Понятия не имею. Ну вот, четкий сигнал. Обломанный крестик. Вот такой вот. Крестик, видно, старый. Даже может быть серебряный. Вот где нахожусь, чего, как, не знаю. По моемуре. По моему патрута. По моему патруту. По моему дому. Хочу toward розгуку. По моему патрута. По моему патруту. По моему дому. До новых где до спины. По моему патрута. По моему мое д puts onto постареなん vào Questionsка Болету, Кто. Потому что орходит numer掉ету. До новых象. Субтитры сделал DimaTorzok Ручеек привел меня к непосредственной близости к лэпу Вот, мультичастота начала шуметь Ладно, думаю, послушаюсь вашего совета Включил моночастоту 40 кГц Чуть-чуть подшумливает 30 с чем-то килогерц Подшумливает 25 кГц Идеальная тишина Что, фольга, что ли? Угу Да, фольга Так что Моночастота возле лэпа 25 кГц Идеальная тишина Будем знать Прошел овраг до конца И вот уже практически вернулся к изначальной точке Смотрите, какая интересная накладочка Я таких не видел Ну, это от сумки, скорее всего От колиты какой-нибудь Вот так вот И вот он Сам вот ручеек Метров через 200 я уже буду На месте Но сигналы уже начинаются Попался какой-то Слабенький сигнальчик Даже интересно Что там может быть А вот место Уже Место уже Почти подошли Корни Железо уже начинается Так А, монитосик Имперский Что это такое Или совет Не, совет 20 копеек 36-й год Ой Я так надеялся на что-то хорошее Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Это место я еще утром примечал, вот здесь вот по краю и вот сюда заходит чернющая земля и керамика прям сверху валяется. Вот сейчас чуть-чуть подкосил, сейчас посмотрим что тут может быть, какая концентрация железа. Есть сигнал, ну что смотрим. Опа, я уже вижу. Ага, вот это, это конечно нежданчик. Это конечно, это конечно нежданчик. Вот такой вот. Здесь земля сырая. Вот так, ух ты. Сейчас давайте его ополосну. Смотрите какой. Вот это крестик. Тысячу лет я таких не находил. Но это более поздние, это имперские времена. Но хотя империю чуть-чуть мы здесь тоже находили, там пару монеток. Может быть здесь тоже кто-то что-то как-то проходил или чуть-чуть жил. Вот это да. Вот это крест. Главное, не полевой. Все звездочки целые. То, что вот в болоте лежит, вот это его чуть-чуть, конечно, подиспортило. Без патины, так сказать. Здорово. Ну, в принципе, сегодняшним копом я доволен. Так, весны надо ждать. Вот смотрите, вот крест копаю, да? Смотрите сколько краплений кирпича. И земля черная. Вот в этом вот углу первоначальная однодворочка такая была. Но это не однодворка, это вот начало поселушки, который не зацепил трактор. Поэтому я там и вытащил чешуйку. И вот она вот идет, вот как-то вот так вот. Вот по этому краю. Вот по этому краю она вот и идет, и вот так дальше. И с той... Нет, подождите. Да, вот с той стороны метров 200 продолжение идет, где мы энколпии подняли. То есть здесь вот весну надо ждать, чтобы вот это вот все спало. Чтобы можно было нормально походить. А то сейчас вот сами видите самые интересные перспективные места, куда трактора свозили всю хорошую землю верхнюю. Вот она вот здесь вот. А поверху железо есть, но концентрация вот прямо вот у самого края. Отошел от креста буквально несколько метров. Еще один небольшой сигнальчик. Но он слабенький, мне кажется, возможно он верховой. Да, что-то мне уже не нравится, что-то он как-то сверху. Ой. Так, сейчас. Где-то. А, чешуй. Да что ты никак не хочешь фокус мне дать. То есть видите здесь какое наслоение. И уделы. И чешуя. Да что ты. И немного даже империи. А сейчас вот медленно. Ну-ка. Ну, мне кажется, грозный. Кажется, грозный. Ну, две чешуйки. Енда хорошо. У меня еще находка. В метре от чешуйки. Смотрите, какой перстенек. Ну, вот он. Сломанный. По-моему, пустой. Да, он пустой. Ну и ладно. Под большой сосной. Стою в три погибели. Вот обхожу этот участок. Смотрите, вот сколько керамики сверху. Вот она лежит. Черная. Вот она тоже. Сверху прям. Вот она черная. Хорошая. Толстая. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Все как раз вот и находится. Все сдвинули сюда. Вот. Вот. И черные сигналы вот практически вот по краюшку вот здесь вот. Вот за вот этой вот березой уже ничего нету. Вообще ничего. А вот здесь вот полно. Я имею в виду черноты. Ну вот и все, друзья. Коп на сегодня у нас закончен. В принципе, я им доволен. По треку почти 7 километров. Но по факту даже не надо было идти. Нашел с утра поселушку и сиди-то на ней. А у нас же как всегда, ну как у нас, у меня. Вот с оператором у нас частенько такое. Нашел поселушку? Хорошо. Иди дальше ищи следующую. Вот. А если бы не ушел бы за весь день, я думаю, нашел бы гораздо больше. Ну, давайте смотреть результаты. Перстенек. Лысый. Вот такая вот штучка. Я почему-то предполагаю, что это могла быть какая-то крестовключенная привеска. Вот. Штурвал. Целый, красивый, хороший. Две чешуевины. Грозненские. Я их еще не мыл, правда. Ну, вот другая сторона подзатертая. Два обломанных крестика и накладочка. Ну, самое главное место знаю. Место это на весну, потому что много травы. Весной там будет хорошо. Также хотел сказать, присоединяйтесь в нашу группу в Телеграме. Ссылка под видео. Интересные общения. Разные люди. С разных краев и областей. Нашли незнакомую чешуйку. Выкладываем. Сразу же народ определяет. Есть там несколько специалистов. По поводу и обмундирования, и приборов, и всего на свете. Обсуждается все. Утки полетели. То есть, вещь интересная, нужная. Общение занимательное. Ну, все тогда. До новых встреч на полях, в лесах, речках и болотах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok